13 июня удалось установить место упокоения легендарного русского вице-адмирала Василия Головнина. В поисках, в которых был задействован даже космический аппарат, участвовала и редакция телеканала Санкт-Петербург. И вот, менее месяца спустя, все готово к установке мемориала. Владимир Копцев, непосредственный участник, кстати, поисковой экспедиции, сейчас выходит с вами напрямую связь. Он готов поделиться подробностями. Владимир, ну, какова судьба мемориала? Установлен ли он уже? Да, Илья, буквально только что сняли флаг Андреевский с памятника вице-адмиралу Василию Головнину. Собралось множество гостей, журналистов, вице-консул Японии и предок адмирала Рикарда, который, кстати говоря, возвалял из плена Василия Головнина. Ну, а мы сейчас давайте пообщаемся с Петром Головниным. Это предок нашего вице-адмирала. Петр, расскажите, пожалуйста, чувствуете ли вы, что историческая справедливость как-то восстановилась сейчас? Конечно. 186 лет назад на этом месте был похоронен вице-адмирал Василий Головнин. И вот через 186 лет все-таки те силы в обновленной России, те культурные силы и важные силы решили воссоздать, поставить памятный знак на месте упокоения семьи адмирала Головнина. Здесь же похоронены не только он, но и его супруга Евдокия Степановна, ее брат Нил Степанович, их дочери Ольга, Александра, Мария. Скажите, пожалуйста, а теперь будет как-то еще дальше облагораживаться территория, то есть восстанавливаться облик кладбища? Конечно, вот это безобразие, где мы сейчас находимся, эти склады, это полная разруха. На месте могил будет преобразовано в ближайшее время в зеленую зону. Большое спасибо, Петр. Большое спасибо, Петр.